Добрый день, дорогие друзья! Профессионализм власти проявляется в тяжелой ситуации. Если в стране само по себе все хорошо, то и квалификации, и ума особых не надо. Сиди, собирая налоги, главное, не мешая людям. Впрочем, к нашей власти это никогда не относилось и ей никогда не нравилось. Я про не мешаю людям. Но вот случился тяжелый кризис. Действительно тяжелая эпидемия коронавируса и сопутствующие ей экономические проблемы. И что власть? Путинскую власть часто называют ОПГ. Организованная преступная группа. В общем, по делу называют. Но нынешний кризис показал, что эта группа может быть и преступная, но уж очень дезорганизованная. Действия власти либо несвоевременные, либо неправильные, либо вообще вредные, либо все вместе. Ну, судите сами. На 50% федеральный бюджет формируется за счет экспорта нефти. В условиях эпидемии люди начинают меньше летать, меньше ездить, меньше потреблять нефтепродуктов. Хранилища переполняются. Стоимость фрахта растет, ведь танкера тоже используются как хранилища. Цена на нефть падает. Приходится останавливать добычу. Главная страна ОПЕК, Саудовская Аравия, просит от России небольшого снижения. Всего суточную добычу предполагалось снизить на полтора миллиона баррелей. А российская доля в снижении 300 тысяч баррелей в день. Что делает Путин и его отвечающий за нефтянку друг Сечин? Они не просто выходят из сделки. Они оскорбляют саудитов, впоследствии обвиняя их в срыве договоренности. Почему? Эти два альтернативно одаренных государственных деятеля решили, что сейчас самое время нанести удар по американской сланцевой нефти. Потому что сланцевая добыча начинает выбывать. Ряд компаний, связанных со сланцевой добычей, уже прекращают свою работу. А вместо удара по американцам, как обычно у этих деятелей, получился выстрел в себе в ногу. Вернее, к сожалению, в нашу ногу. Поскольку нефть должна приносить в общий российский бюджет. Рынок нефти упал до уровня 99-го года. А заодно саудиты стали захватывать российские рынки сбыта, давая большую скидку покупателям. В результате, в течение месяца страна недополучала по 150 миллионов долларов ежедневно. А потом мы все равно были вынуждены подписать сделку с ОПЕК, только уже на гораздо менее выгодных условиях. И теперь сокращение экспорта должно составить не 300 тысяч баррелей в сутки, как изначально планировалось, а 2,5 миллиона. А сколько мы будем терять? Потрясающая экономическая и геополитическая победа Путина. И главное, цена назад пока еще не отросла. Позвольте поблагодарить вас, уважаемый Владимир Владимирович, за ваше личное участие в серии переговоров с высшим руководством Саудовской Аравии и Соединенных Штатов Америки. Это позволило преодолеть разногласия между некоторыми участниками соглашения и достичь необходимого компромисса. Но, может быть, наши власти в экономике подкачали, потому что заняты спасением страны от эпидемии? Уже несколько раз говорили, что Путин просто самоустранился от борьбы с коронавирусом. Он испуган, он растерян. И все, что он мог из себя выдавить, это ни мера, ни войны. Всем выходные с оплатой непонятно за чей счет. В связи с этим, мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. И вот люди сидят по домам уже две недели, и ничего не происходит. Кто-то не может выйти за продуктами или проведать родственников. У кого-то деньги заканчиваются, у кого-то бизнес идет к чертям. Ведь режим чрезвычайной ситуации не объявляют, а ответственность переложена на регионы. Регионы сами, в значительной степени, исходя из объективной ситуации, будут принимать решения. А для этого регионам дополнительно передано, слушайте внимательно, 1% федерального бюджета. И передано ли на самом деле, это мы потом узнаем. Но вот что точно, что силовики либо ведут свою игру, либо вообще ум потеряли. Вчера в Москве угробили половину работы по карантину. Чтобы москвичи меньше выходили на улицу, не заражали друг друга, со среды ввели обязательные пропуска. А потом, в ходе проверки пропусков, которые устроила милиция, в метро устроили безобразную толкучку. Зато гуляющих с собачками классно научились трясти. Власть не может наладить выдачу анонсированных Путиным выплат для граждан и бизнеса. Не может обеспечить достаточное количество мест больницы, хотя эпидемия в России еще толком не началась. Люди уже лежат в коридорах. Не может наладить нормальное тестирование на коронавирус. Зато своими высказываниями умудряется устроить панику среди владельцев банковских вкладов. Когда глава счетной палаты и бывший министр финансов говорит про использование депозитов граждан для госзаймов, то каждый понимает, надо срочно бежать в банк и все снимать. А нам только банковского кризиса сейчас не хватает. При этом кто-то в правительстве под шумок решает свои личные аппаратные либо корыстные дела. Впрочем, как водится, за счет государства. Система управления страной дезорганизована. Она и в мир на это время совершенно не соответствовала нуждам страны 21 века. А сейчас вообще непонятно, от кого больше бед, от вируса или от власти. Я уже говорил, что могла бы и должна была бы сделать профессиональная власть. Налазить коммуникацию с обществом не силами бесноватых пропагандистов. А через специальный комитет, состоящий из уважаемых профессиональных людей, которым общество доверяет, врачей и ученых, они должны были бы ежедневно рассказывать людям, как обстоят дела, что делается, что надо сделать, где проблемы. Руководитель страны должен был бы принять на себя персональную, личную ответственность за обеспеченность граждан медицинскими услугами, а медиков всем необходимым, включая средства защиты, оборудование, доплаты за риск, питание, возможность переночевать в отеле, чтобы не нести заразу домой и не тратить время на дорогу. Руководитель страны должен был взять на себя персональную ответственность, что никто не останется без средств к существованию ни во время, ни после карантина. Ведь уверенность, что тебя не бросят, это важнейший элемент нормального состояния людей. В тяжелейшем 1998 году, когда цена на нефть марки Brent падала до 10 долларов за баррель, когда власть объявила дефолт по госзаймам, когда никаких кубышек от десятилетий супервысоких цен на нефть не было и в помине, я сам ездил в трудовые коллективы и брал на себя персональную ответственность, что вся недоплаченная зарплата будет выплачена в течение года и выплатил. И при этом даже в тех тяжелейших условиях мы сокращали выплаты на 30%, а не на 80%, как вот здесь всех нас порадовал Путин. Даже в тех условиях, не будучи богатейшим государством, где чиновники могут позволить себе личные яхты и самолеты, мы запустили бесплатные столовые для всех, у кого ну вот просто край. Руководитель богатейшей страны, имеющий 20 миллиардных личных резиденций с друзьями, которых он сделал миллиардерами, обязан взять на себя персональную ответственность, что в стране не будет людей, оставшихся без крыши или без куска хлеба. Где это сказано? Когда это сказано? Но даже этого недостаточно. Закончится карантин. Миллионы людей могут оказаться без работы. Особенно в больших городах. Это настоящая трагедия. И вот чтобы она не случилась, уже сегодня необходимо по-настоящему, а не фейково, помочь работодателю, малому и среднему бизнесу. Мы прекрасно знаем, что обещание дать кредит это не просто тупая ложь. Это покрытие между собойчика для своих. Единственный реальный способ помощи, кроме компенсации людям из бюджета 70-80% заработной платы за время карантина, это освобождение бизнеса от налогов на период восстановления, вероятно, не меньше, чем до конца года. Выпадающие доходы должна погасить кубышка, если она, конечно, есть. Второе, не слишком важно экономически, но предельно важно эмоционально и этически, мог бы стать чрезвычайный, временный на два года. Налог на сверхпотребление, на все импортные товары суперлюксовой категории, на строительство супервилл, на прочее демонстративное потребление. Это не принесет много доходов, но это важно для самоощущения людей, которые должны понимать, что они страдают. Но и другие их сограждане, которые более обеспечены, чем они, тоже несут какие-то издержки. Кризис – это время возможностей. И разумная власть должна задать в это время вектор изменений на будущее. И этот вектор – это восстановление среднего класса. Людей, для которых еда и жилье приблизительно 35% дохода, как в среднем в Европе. Главная задача власти – не дать кризису уничтожить эту прослойку, а наоборот – задать долгосрочную тенденцию для ее роста. Путь – это долгосрочная программа налоговой стимуляции, подъема заработной платы, подъема производства и ввоза товаров и услуг, ориентированных именно на средний класс. Власть должна четко сказать – мы не собираемся стимулировать ни суперпотребление, ни нищету, а затем последовательно реализовывать эту политику. Нельзя также позволить наживаться на беде. Зарплаты ниже средне-региональных для отрасли должны тщательно отслеживаться силами профсоюзов и подписываться в режиме договоров о сроках возвращения к нормальному уровню этих зарплат. Это то, что должно сделать государство, помочь это организовать. Восстанавливающийся бизнес должен получить помещение быстро и по справедливой цене. Необходим временный, ну, по крайней мере, на период восстановления экономики, стимулирующий сбор за неиспользуемые площади. И, напротив, нужно предоставление муниципальных и государственных площадей по низким ставкам и с отстрочкой платежа. Принципиальнейшим вопросом является пересмотр бюджетов от силовых структур и затрат на управление, куда входят чиновничьи резиденции и прочие блага, в пользу здравоохранения, науки и образования. В том числе надо пересматривать бюджет нынешнего года. Возможность для людей получить новую профессию, повысить квалификацию, наряду с устранением очевидных, теперь уже недостатков здравоохранения и науки, это ключевой вопрос в момент кризиса. Я могу продолжать перечень вот этих вот основных мер. Боюсь, что не в коня корм. Чтобы хотеть заниматься делом, власть должна зависеть от общества, а не считать себя вечной. Да и персонали, очевидно, нужны уже другие. Эти обнулились. Впрочем, не все так печально. Кризис выявил множество нормальных людей, отличных управленцев, способных и пытающихся помогать людям. И я о них говорил, и другие люди о них говорили. Это на самом деле внушает надежду. Берегите себя. Счастливо вам. Счастливо вам. Продолжение следует...